Спрос на кабриолеты остается немецким Спрос на кабриолеты остается немецким В России бюджетным можно купить только ГАЗ-69 1. Коммерсант от 28 мая 2019 года 9 часов в январе, апреле Количество предложений о продаже кабриолетов выросло на 3% А спрос на них, напротив, упал на 4% Посчитали в Avato Самыми популярными марками в сегменте остаются немецкие BMW и Mercedes-Benz Из отечественных автомобилей в 2019 году в топ-10 вошел только ГАЗ-69 Снятый с производства в 1970-х годах Этот же автомобиль оказался наиболее привлекательным по цене Его в среднем предлагают приобрести за 190 тысяч рублей А средняя цена на кабриолет по России составила 1,1 миллиона рублей Число предложений о продаже кабриолетов в январе Апреле выросло на 3%, до более 5000 объявлений При этом спрос на них упал на 4%, следует из исследования Эксперты проанализировали более 5000 предложений о покупке кабриолетов Наиболее популярными оказались немецкие бренды Бестселлером стал BMW 3.3 серии, средняя цена которого составила 867,7 тысяч рублей Годом ранее модель занимала третье место Далее идут прошлогодний лидер Mercedes-Benz SL K Класса стоимостью 745,1 тысячи рублей Mercedes-Benz SL Класса со средним ценником 1,78 миллиона рублей Самая дорогая модель в топ-10 Наиболее доступным для покупателя стал единственный отечественный автомобиль в топ-10 ГАЗ-69, снятую с производства В 1970-х годах советскую машину продают в среднем дешевле на 8,9%, чем годом ранее За 190,4 тысячи рублей из топ-10 за год вылетели УАЗ-469 Mercedes-Benz SL K Класса и УАЗ-969 Их место заняли Peugeot 307 Lexus SC Chrysler Sebring В 2018 году, по данным автостата Продажи новых автомобилей купи и кабриолет С учетом родстеров Выросли на 3,5% До 4,4 тысячи штук Лидером сегмента стало семейство Mercedes-Benz E-Class Продажи которого увеличились на 35% До 1,5 тысячи таких купей и кабриолетов Второе место, с большим отставанием Занимает BMW 4 Series Рост продажи на 27% До 527 штук Далее следует еще два представителя Mercedes-Benz Семейство C-класс Падение на 15%, до 487 штук И S-класс Рост на 13%, до 376 штук Замыкает топ-5 Audi A5 Продажи которой упали сразу на 40%, до 329 машин Сколько стоили советские кабриолеты По сравнению с прошлым годом кабриолеты подорожали в 16 из 23 крупнейших российских городов, в их числе, 15 городов-миллионников, а также Барнаул, Ижевск, Саратов, Иркутск, Тольятти, Тюмень, Краснодар и Ульяновск, посчитали в. Средняя цена на них по России также выросла на 5,4%, до 1,1 миллиона рублей больше всего. Средняя цена на такой автомобиль увеличилась в Перми, на 203,4%, и Омске, на 147,1%. На фоне такой динамики цены Перм заняла второе место по дороговизне кабриолетов, теперь они продаются в городе в среднем за 1,6 миллиона рублей возглавила список Москва, где кабриолет можно в среднем приобрести за 1,6 миллиона рублей наибольшее падение средней стоимости, на 66,2%, зафиксировано в Тольятти. В этом же городе сильнее всего в России сократился спрос на кабриолеты, на 86,5%. Дешевле всего кабриолет можно купить в Ульяновске, за 401,6 тысячи рублей, а самой дорогой на авто. Кабриолет предлагают за 21 миллион рублей, это Bentley Continental GT. Ольга Никитина. Какова ситуация на авторынке? Авторынок смог выйти в плюс лишь на месяц после первого за два года падения в феврале и вернулся к отрицательным значениям в апреле из-за фейковых продаж в преддверии закрытия финансового года японских концернов и сокращения господдержки спроса, считают эксперты. Как узнал твердый знак, часть банков уже перестала предоставлять автокредиты с господдержкой, а средства по программе в целом будут исчерпаны в ближайшие недели. На этом фоне, а также из-за длинных майских праздников и близящегося летнего сезона продажа машин вернутся к росту не раньше осени, полагают на рынке. Читать далее.